Здравствуйте! Информационный акцент уходящего четверга 11 мая для вас готовы расставить журналисты Котловского объединения телевещания. В студии Елена Литвин. В этом году обошлось. Жители 46-го лесозавода в весенний поводок встретили спокойно и без происшествий. Еще несколько дней назад уровни вычерды существенно росли и были близки к критическим отметкам. Сейчас вода пошла на спад. Прогнозы изначально были оптимистическими. Особого подтопления не ждали ни работники службы спасения, ни сами жители 46-го. Мы были готовы к развитию любой ситуации, но в этом году уровни были не такие большие, как в прошлом году. Самый пик был на 8 мая 625 по водомерному посту Котлос. 9-го уже 624, 10-го 614. На сегодня на 8 утра 595. Сейчас рядом с домами людей насыпи и мешки. Их, как превентивную меру, к потенциально подтопляемым участкам доставила служба благоустройства. Они немного задержали подступившего 8 мая воду. Хотя, по словам жителей, в организации мешковой и глиняной баррикад не было особой необходимости. Сей год водички здесь не было. Хорошо. Если прошлый год было вот так, в 2012 году вот так было. А сей год сухо. Сухо. Вода подошла к дороге, но дорогу подняли прошлый год. Вот эту дорогу примерно на 8 сантиметров, на 10. И она все удержала. То, что вот это делают, это не спасет вообще. Это бессмысленная работа. Это просто пустая отрата денег и все. Это самое дамба так не делается. А лучше, когда вода придет и сама уйдет, это нормально. А вот это вот то, что делают, она просто потом воду здесь держит. До средины июня будет здесь вода стоять. Вот. Это еще делают только хуже. В этом году обошлось. Вода на 46-м лесозаводе постепенно уходит. Но жители Приречного района всегда готовы к большому подтоплению. Как показывает практика, подготовиться к паводку можно. Да и провести его с минимальным ущербом тоже. Дорогостоящую процедуру экстракорпорального оплодотворения в Архангельской области теперь будут делать бесплатно в рамках программы обязательного медицинского страхования. В этом году у нас предусмотрено в области 1000 процедур и код для пациентов, страдающих бесплодием. Но это не предел. Если таких пациентов будет больше, то, безусловно, возможности будут изысканы и помощь будет оказана. Кроме того, организовано бесплатное обследование перед направлением на процедуру таких женщин и мужчин. Женщина-акушер-гинеколога, мужчина-уролога в государственных медицинских организациях области. Первый шаг к бесплатному ЭКО. Женщина вместе с партнером должна обратиться на обслуживание в женскую консультацию по месту жительства. Если по каким-то причинам она не может обратиться по месту жительства, она может обратиться в центр планирования семьи, которая находится на теме 1. И также ей будет оказана первичная и в последующем при необходимости помощь по обследованию и женщины, и полового партнера в плане возможности дальнейшего проведения экстракорпорального благотворения. По статистике, за прошлый год в лечебное учреждение по море обратилось порядка 3000 пациентов с бесплодием. Примерно треть из них отправили на ЭКО. Котловский предприниматель обманул два десятка жителей на сумму почти 80 тысяч рублей. Мужчина присвоил себе деньги покупателей, заказывающих товары через интернет. 35-летний предприниматель представлял компанию «Интернет-решение». Эта фирма занималась доставкой товаров с популярного сайта «Азон.ру». Установлено, что предприниматель с 20 июля 2016 года по 2 сентября 2016 года принял от 20 граждан более 79 тысяч рублей в счет оплаты заказов за товары с этого сайта, книги, одежду, обувь, мелкую бытовую технику и их доставку. Однако, исполнив обязательства перед гражданами, полученные от них денежные средства, не перечислил на счет общества, а присвоил, распорядившись ими по своему усмотрению. Предпринимателю предъявлено обвинение по 160-й статье Уголовного кодекса. Свою вину он признал полностью и даже написал явку с повинной. Дело направлено мировому судье для дальнейшего рассмотрения. О происшествиях. За первые 9 дней мая на территории Котласа и района произошло 39 ДТП. Четыре человека получили травмы различной тяжести, в их числе двое несовершеннолетних детей. 6 мая на улице в поселке Вычегодский 45-летний водитель Рено Логан не заметил 9-летнего пешехода, перебегавшего проезжую часть дороги в неположенном месте, тогда как зебра была в зоне видимости. С сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой пострадавший был госпитализирован. 10 мая в час ночи в ДТП за коряжную пострадал водитель ВАЗа 14-й модели. Мужчина, находясь в состоянии опьянения, двигался из Котласа в сторону Виледи, не справился с управлением, вылетел с дороги в кювет и перевернулся. Перелом ключицы и уши в головы он будет лечить амбулаторно. Котлас присоединился к 4-й глобальной неделе безопасности дорожного движения. Она организована Организацией Объединенных Наций. Ее цель – соблюдение на дорогах скоростного режима. Одно из мероприятий недели – всемирная семейная акция «Сохрани жизнь, сбавь скорость». К участию призываются в первую очередь дети. Для этого им нужно сделать фото или видео рядом с плакатами и стендами, которые призывают сохранять безопасную скорость на дорогах. Затем загрузить результаты на сайт «Доброй дороги детства» и рассказать об акции друзьям и знакомым. Лучшие фрагменты фото и видеоотчетов войдут в фильм, который будет смонтирован по итогам акции. Его направят в ООН и Всемирную организацию здравоохранения. В разгаре весенняя призывная кампания. Ее итогом в Архангельской области должна стать отправка в вооруженные силы не менее полутора тысяч молодых северян. Справятся ли военкоматы с поставленной задачей и хотят ли служить сегодняшние призывники – об этом в следующем материале выпуска. В областном сборном пункте основательно подготовились к началу весенней призывной кампании. В спальных помещениях поставлены новые кровати и тумбочки, отремонтированный санузел и душевая. В этих стенах призывники проведут несколько дней перед отправкой войска. С 1 апреля 50 новобранцев из Архангельской области уже отправились отдавать долг родине, военно-воздушные войска и на флот. Следующая отправка на этой неделе порядка 60 человек будет уходить в Смоленск, в Оркута и части западного военного округа. Перед отправкой вооруженные силы будущие солдаты проходят тщательное медицинское обследование. По словам врачей, количество годных к службе по состоянию здоровья в Поморье сейчас составляет 75%. Для сравнения, в 2012 году этот показатель едва дотягивал до 70%. Отмечают и рост желающих отправиться в армию. Престиж военной службы намного повысился, то есть многое интересное стало в войсках, новая техника, новое обмундирование, лучше стали к людям относиться, социально какие-то вопросы решены. Не стоит сбрасывать со счетов и то, что не служившие в армии по уважительной причине не смогут впоследствии работать в силовых структурах, на государственной и муниципальной службе. Такие перспективы также существенно повысили лояльность новобранца к вооруженным силам. А кто-то даже готов остаться служить по контракту. Главное не на новую землю, а там, вот в МФ хочу, конечно, хочу в МФ очень попасти. Вот если в МФ, то я, наверное, останусь по контракту там. Весенняя призывная кампания продлится до 15 июля. По плану Архангельская область должна отправить на службу полторы тысячи человек. Наши ребята пополнят части Западного военного круга и Северного флота. Как утверждают в областном военкомате, отправки в другие военные круга не планируется. Продолжить программу новости из магазина «Реалмаркет». Новый адрес – не повод повышать цены. Так решили в «Реалмаркете» и уже сейчас объявили большую акцию. Весь май покупай со скидкой плюс 5%. Что это значит? Если у вас есть дисконтная карта, то к ее накопительной скидке прибавляется еще 5%. То есть до конца мая можно получить максимальную скидку на товар до 10%. В отделе напольных покрытий глаза разбегаются от такого хорошего выбора. Новая коллекция «Линолеума Айвиси» служит годами. Отлично переносит каблуки и другие механические воздействия. Цены – от 1150 рублей за погонный метр. В рамках майской акции его можно будет купить примерно за 1000 рублей. Молодцы вообще, тут удобно стало. И посмотреть, где-то можно что-то выбрать. И как-то так разложено по местам. Либо они что-нибудь прикуплю. Каких-нибудь банных штучек. Семена понравились, красочку приглядели. А цены? А цены приемлемые. Какая ванна лучше? В «Реалмаркете» есть все виды. Стальные стоят чуть больше 5000 рублей, акриловые подороже почти от 7,5. Чугунные, что служат вечно, около 15 тысяч рублей. Прибавьте к цене майскую скидку – экономия очевидна. Для дачи и загородных домов – садовая мебель в деревянном и пластиковом исполнении. Стоимость почти даром. Табуреты – от 290 рублей. Столы идут чуть больше тысячи. Конечно, дерево требует особого ухода и не любит непогоду. Однако оно смотрится гораздо эстетичнее своих пластиковых сородичей. Еще одна важная и выгодная, на наш взгляд, покупка – это качели. Не все же время проводить за работой, нужно отдыхать и наслаждаться плодами своих трудов. Цена такого удовольствия в зависимости от комплектации с москитной сеткой или без – от 11 900 рублей. Прибавить свою скидку и получится еще дешевле. Ждем вас за покупками в магазине «Реалмаркет» на Кузнецова, 17-я. Впервые не пропустите только два дня – 13 и 14 мая в спорткомплексе «Салют» – уникальный фестиваль спортивных единоборств. Каратэ, бокс, рукопашка и многое другое. Спортсмены-победители и их тренеры. Родители, спешите познакомить детей с новыми увлечениями. Начало в 10 утра. Котловский дворец культуры приглашает 16 мая в 19 часов на концерт легендарной группы «Рок Острова». Во главе с ее бессменным лидером, солистом, композитором и аранжировщиком Владимиром Захаровым. Телефон для справок 52515. 13 мая в преддверии Международного дня семьи в Котловском дворце культуры состоится самое доброе и душевное мероприятие – городской конкурс «Мама года-2017». Вас ждет настоящий марафон красоты и талантов. Кроме того, во время конкурса по итогам голосования зрителей будет выбрана «Мама», победившая в номинации «Приз зрительских симпатий». Поддержите участниц. Справки по телефону 5251525456. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Впереди реклама, прогноз погоды и очередной выпуск телепроекта «Подвигу жить в веках». Смотрим на талантливых детей. Увидимся. До свидания. Продолжение следует. Продолжение следует...